Приветствую вас. По моему мнению, будущая пара вашего описания будет успешна только в том случае, если кто-то один из пары, ну, будет играть роль, если угодно, вот такого, роль принимающего, да, то есть когда человек как бы просто принимает вот то, что делает другой. То есть я хочу сказать, что именно компромисс найти будет сложно в паре, где люди достаточно разнятся друг с другом по возрасту своему. Вот это вот, на мой взгляд, самый такой, самый важный момент, потому что не получится у вас, значит, наладить хорошее компромиссное отношение, если вы сильно, ну, сильно различаетесь друг с другом по возрасту, это вот, к сожалению, невозможно никак сделать, потому что один человек, так или иначе, всегда будет подавлять другого и, в общем-то, с учетом разницы в возрасте большой, этот человек всегда будет претендовать на определенную роль в паре. Значит, если у пары разные приоритеты и цели в жизни, именно приоритеты и цели, если разные, то надо понимать, что человек, который старше, он как бы более инертин, он более статичен, чем другой, чем тот, кто младше. И если вот этот тот, кто старше, имеет свои приоритеты и цели в жизни, то, скорее всего, он их не переделает и не поменяет уже, просто потому, что этот человек старше, и старше намного. Но при этом он будет требовать от своего партнера, он будет требовать от своего партнера, чтобы тот, чтобы тот, как раз таки, свои приоритеты и свои цели менял. Потому что, потому что, потому что старше будет хотеться, чтобы под него подстраивались, ну, вот, скорее всего. Если только младший партнер не сможет донести до своего старшего партнера, что его цели и приоритеты, ну, скажем так, как-то вот соотносятся с целями и приоритетами старшего. Если доказать это у младшего партнера получится, то может быть тогда, в таком случае, компромисс возможен. Но вероятность этого на самом деле достаточно мала и рассчитывать на то, что более старший партнер может согласиться, поменять свои взгляды, свои цели, да, свои установки ради младшего партнера. В данном случае очень малый. И, по моему мнению, не стоит на это вообще даже надеяться и рассчитывать. Конечно, компромисс возможен. Но компромисс возможен тогда, когда есть ничем не замутненное желание делать другого человека счастливым. То есть, насколько бы разные люди не были, насколько сильными между ними не были бы различия в их взглядах, как вы сказали, в их ценностях и так далее, и так далее, и так далее. Вот насколько эти люди не различались бы в их взглядах, если есть желание и стремление человека, или, лучше сказать, даже людей обоих партнеров делать друг друга счастливыми, то компромисс, конечно, возможно. Если есть чистое, такое вот незамутненное желание отдавать. Но существует проблема. Дело в том, что, как правило, помимо любви, вот этого вот чистого проявления любви, есть еще разного рода примеси, такие, как, например, собственные амбиции, там, такие, как, например, там, собственные желания, проекции и так далее. И у человека младше это есть, и у человека младше тоже это есть. И когда вот в наличии такая довольно серьезная разница в возрасте, когда в наличии такая серьезная разница в возрасте, то вот эти амбиции, эти желания, эти, можно сказать, примеси, они более явно проявляются, они более ярко выражаются в пар. Ну, просто потому, что, например, у человека, который выбирает себе партнера-постарище, если это мужчина, то он может видеть в этом своем партнере, в женщине, мать, если она намного старше, его на больше, чем 10 лет, мать, значит, там, наставника и так далее. И, соответственно, что-то на нее проектировать. Если это женщина, то, соответственно, она видит отца, также наставника и, соответственно, также может на него, на мужчину в данном случае, также что-то проектировать. И вот эти проекции, которые, как я надеюсь, вы поняли и услышали меня, они будут мешать, они будут мешать компромиссу. Потому что компромиссы мешают всегда личные амбиции, личные желания, личные стремления. Компромиссы мешают проекции по сути дела. То есть, когда человек, когда я проецирую на другого то, что я хочу, когда я через другого пытаюсь реализовать то, что я хочу, то, естественно, ни о каком компромиссе речи не идет в этот момент, к сожалению. И поэтому, как бы, компромисс возможно только в том случае, если люди достаточно психологически зрелые для того, чтобы понимать, что их цели, вот цели каждого – это их цели, цели каждого, а цели как бы другого – это цели другого. И если вот в этом восприятии ограничиться только тем, что другой партнер не причиняет мне вреда своими целями, то есть он может делать все до тех пор, пока он не причинен мне вред. Если вот в такой позиции руководствоваться, то я думаю, что, в принципе, компромисс вполне возможен, но для этого необходима зрелость. Зрелость каждого из партнеров, а это, ну, это маловероятно, потому что, как я уже сказал вам, ситуация, да, она такова, да, что тот, кто постарше, ну, партнер постарше, он всегда будет хотеть, он всегда будет пытаться переделать под себя партнера помладше. Конечно, это может быть далеко не всегда так, и далеко не всегда это может быть, ну, далеко не всегда может быть именно так, но то, что в большинстве случаев ситуация именно такова, это факт, и поэтому я думаю, что здесь именно к компромиссу прийти будет довольно сложно. Обычно в таких парах действительно каждый настаивает на своем, то есть люди как бы, они пытаются доказать своему партнеру свое право находиться в паре. И естественно, естественно, что, например, вот, допустим, мужчина, если он старше, он не только настаивает на своем, он же еще и пытается женщину как-то переубедить, перестроить, да, и так далее, чтобы она делала то, что вот ему хочет мужчина, а если летит на постарше, то она, соответственно, делает то же самое. И я думаю, что в этом случае настаивание на своем приобретает такую, знаете, форму панацея, когда все только и сводится к тому, что люди настаивают на своем постоянно. Я не думаю, что это хорошее подспорье для выстраивания отношений, потому что настаивать на своем, конечно, можно и нужно, но ни в коем случае нельзя подавлять своего партнера. Что это значит подавлять своего партнера? Это значит, что в отстаивании своей позиции, в формировании своей позиции необходимо учитывать, что помимо вашей позиции есть еще и позиция, собственно, вашего партнера. И важно сделать так, чтобы позиция ваша не вступала в конфликт с позиции другого, чтобы она позицию партнера не подавляла. Вот в этом случае, если вы сможете настаивать на своем так, ну, вот таким образом, я думаю, что в этом случае более чем возможно найти компромисс и более чем можно построить адекватные отношения и, в общем-то, иметь минимум-минимум проблем. Конечно, будут придирки, конечно, будут какие-то ссоры, конфликты, но в этом случае нужно настаивать только на том, что именно вы хотите для себя. То есть нужно настаивать на том, чего каждый хочет сам для себя. Вот это вот, пожалуй, самое важное, если мы говорим именно о конфликтах, о компромиссе и о том, чтобы настаивать на своем. Ну и я полагаю, что это довольно общий такой вопрос, что стоит ли настаивать на своем, стоит ли настаивать на своем, в чем, понимаете? То есть если вы говорите, что вы настаиваете на своем, там, в контексте себя, допустим, то да, что если вы знаете, что от этого вам будет хорошо. Если настаивать на своем контексте выбора другого человека, нет, не стоит. Даже если этот человек в принципе себе вредит, ну, наверное, не стоит, потому что как партнер, не как родитель, а именно как партнер. Вы можете указать человеку на то, что он может ошибиться, на то, что его, ну, его действия могут привести к какому-то негативу, но в итоге все равно решает он. То есть партнерство – это именно принятие позиции другого человека. И если кто-то из вас с чем-то сейчас позицию друг друга не принимает, то на это нельзя закрывать глаза и думать, что, например, ситуация изменится. То есть может быть партнер со временем перестанет реагировать как-то негативно на позицию другого. Но его отношение к проблеме, его отношение к позиции, оно скорее всего не изменится, и поэтому вот эти моменты лучше обсуждать прямо здесь, сейчас, на берегу, пока вы еще, например, не поженились. Я думаю, что надо разговаривать, общаться, понимать, чего хочет партнер от вас, чего вы как не хотите от него, что вы можете ему дать, как субъект личных отношений, что он вам может дать. Чем обусловлен ваш выбор? Я имею ввиду не ваш конкретно, а взаимный выбор, обоюдный выбор. Почему такая разница в возрасте? Чем это обусловлено, не является ли это следствием определенных семейных проблем, например? Потому что если является, то тогда неминуемые проекции, и проекции, как я сказал, ведут к негативу. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, куда помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok